Аркадий Филичко! Привет, друзья! Меня зовут Руслан Логинов. Это канал Боди Мания. И сегодня у нас в гостях любезно согласился дать интервью мастер спорта по бодибилдингу, абсолютный чемпион России 2014 года Аркадий Филичко. Здравствуй, Аркадий! Здрасте! Аркадий, есть ряд интересных вопросов. Достаточно острые даже. Ты сменил спонсора. С чем связано расторжение контракта с Optimum Nutrition и Powerhouse G и Екатеринбург? Также известно, что про САПС предлагали контракт. Все, смотрю, очень пристально следят за данным фактом. Ничего сверхъестественного не произошло. Все нормально, просто с компанией Powerhouse G и Екатеринбург закончился контракт. Предложили сотрудничать с компанией ProSabs. Сразу, естественно, не согласился, подождал несколько дней. Поступило предложение от компании King Protein. Это предложение оказалось более выгодным для меня. Соответственно, заключил контракт с компанией King Protein. Вопрос меня лично очень интересует. В чем ты черпаешь мотивацию? Достаточно сложный ответ такой. Наверное, это саморазвитие. Потому что, допустим, вспоминая себя, когда мне было 17-20 лет, меня мотивировали профессионалы, смотря их видеозаписи. Меня сразу тянуло в спортзал тягать какие-то железки. Сейчас, сам удивляюсь, у меня нет такого чувства. И более того, я понимаю с каждым годом, что мне вообще почему-то неинтересны эти профессионалы. Последние профессионалы, которые мне были интересны, это Ронни Колман, Дориан Яц, Наса Рейсанбати, Кевин Леврон, Пол Дилет. Их эпоха закончилась, и мне неинтересно стало за ними следить. Потому что уровень профессионалов, по моему мнению, упал. Профессионалы обмельчали. Профессионалы стали звать совершенно несоответствующего уровня атлетов. Тем самым они испортили свой престиж. На них перестали смотреть, как там, не знаю, на богов, там, я не знаю, для... Не знаю. По крайней мере, на меня это такое впечатление оказало. Аркадий, скажи, пожалуйста, ты снялся в ролике под названием «Тренируйся по программе Дедушка Мороза». Разделяешь ли ты философию славянского национализма, которую дедушки исповедуют? Или у тебя есть какие-то свои взгляды на это? Расскажи, пожалуйста. Нет, ихнюю точку зрения я не приветствую. Я сам человек православный. И приветствую православное христианство. Но в данный момент времени, когда в стране такие проблемы и народу нужно как-то сплотиться, то такие видеоролики, они необходимы в первую очередь для подрастающего поколения. Потому что в первую очередь эти видеоролики пропагандируют здоровый образ жизни. И это самая главная беда нашего народа – это пьянство. Поэтому нужно пропагандировать здоровый образ жизни. И пьянство это, оно как раз направлено на ядро населения, это молодежь. Если здоровье загублено с молоду, то продолжения рода уже не будет. В этом сезоне в твоей категории начинается, намечается очень интересное соперничество. На Москве зарубится целая линейка серьезных атлетов. И в Питере борьба обещает быть интересной. Такие фамилии, как Баринов, Макеев, Сидорычев, Живухин, Куваев и так далее. Ты видишь в этих атлетах конкурентов себе? Кого бы ты лично отметил? Ну, все ребята очень высокого уровня. Со всеми, почти со всеми пришлось постоять в одной линейке. Кого-то удалось обойти, кого-то нет. Но на месте никто не стоит. Все потихонечку прогрессируют. Появилось несколько новых спортсменов. Ну, так, условно сказать, новых. Такой, как Валерий Живухин. Я думаю, он достойно покажет себя. У него есть все данные для того, чтобы бороться за чемпионство в своей категории, как минимум. Еще есть какие-то... Кого ты видишь в конкурентах со своими? Да все ребята конкуренты. Кого ты выделить не можешь, да? Ну, выделить я могу Сергея Кулаева. Очень бы хотелось постоять с ним снова в линейке. Сидорычев не соперничал? Я не думаю, что Сидорычев смог бы со мной соперничать. Парень, конечно, неимоверных размеров. Но пропорции немножко хромают. Конечно, хотелось бы больше всего постоять в линейке с Сергеем Кулаевым. Так как многих спортсменов я уже обошел. И интересно было бы спустя несколько лет постоять с Сергеем. Так как и Сергей, и я достаточно неплохо спрогрессировали с тех пор. И была бы интересная заруба. Скажи, пожалуйста, какую школу бодибилдинга считаешь сильнейшей в России? Честно говоря, сложно об этом говорить как-то, потому что, допустим, те ребята, которые выступают за Санкт-Петербург, из них очень много людей, приезжих туда. Точно так же можно сказать и про Москву, и про Екатеринбург, и про Краснодар. Все с какой-то базой уже приехали туда. Нельзя сказать, что какой-то определенный спортсмен вырос сначала до самого конца. Такое можно сказать только про Федорова, который и родился, и вырос, и сделал свою карьеру в Питере. Основная масса ребят, они приезжие. Федоров, впечатляет тебя? Федоров очень, очень такой поступок мужественный с его стороны был сделан в прошлом году. Вот с такой травмой, несмотря на всю критику в его адрес, он смог доказать, что он способен вернуться в строй, причем в кратчайшие сроки. И все больше и больше прогрессирует. Я думаю, что в этом году он уже покажет все, на что он способен. Известный бодибилдер Сергей в одном из интервью поставил под сомнение твою победу на чемпионате России, намекая на то, что это заслуга твоих свердловских спонсоров. Тебе есть что ответить Сергею? Ну, как бы каждый человек имеет право на свое мнение. Это его мнение. Как бы у судей есть свое мнение. Я выиграл практически единогласным решением судей. Мою победу также подтвердил и его тренер Борис Васильев, сказав, что Сергей Зебальт проиграл соревнования вчистую. Виноват он в этом сам, что не показал достойную форму. Сам Сергей, конечно, утверждает, что он выложился на все стои и сделал все для того, чтобы победить. Но другие ребята тоже не стоят на месте. Стараются тоже делать все, чтобы выиграть. Ну, как обычно, победитель... Как говорится, на турнире доволен только один. Да, победителем становится один. И хочешь не хочешь, это нужно принимать. Если бы сцена вас вновь столкнула, для тебя бы это было мотивацией? Конечно, я не буду говорить, что ближайший чемпионат России, который придет в Санкт-Петербурге, будет заточен под Сергея Зебальта. Я планирую выступить на Арнольд-Классике. Затем, если наши планы не изменятся, я планирую выступить и на чемпионате России в Санкт-Петербурге. И еще раз доказать, что я лучший в России. Скажи, как тебе выступление Виталия Фатеева в ПРО? Аркадий, когда мы увидим тебя самого в ПРО, чувствуешь ли ты в себе потенциал? У тебя есть какие-то планы? Ну, начну с себя. Многие ребята пишут мне, что Аркадий, ты такой молодец, у тебя форма ПРО. Когда в ПРО. Я еще не готов выступать в профессионалах. У меня очень много проблем по телу. Мне не хватает мышечной массы. Мне не хватает проработки. Еще очень много работы нужно сделать, для того, чтобы достойно соревноваться на профессиональном дивизионе. А также соревновательного опыта. Потенциал я чувствую. Конечно, если бы были гораздо, ну, условия получше. В плане того, что, допустим, как чувствует себя профессионал. Они не работают. Они могут гораздо тяжелее тренироваться. Зная, что после этого они пойдут отдыхать, кушать и восстанавливаться. Я же тренируюсь и через полчаса иду тренировать людей до 10 часов вечера. Поэтому, когда такие условия, то, конечно, сложно говорить о каком-то переходе в ПРО. Что же касается Виталия Фатеева, то он сделал невероятный шаг. Просто такого, наверное, не такого прорыва, наверное, никто, во-первых, не ожидал. Во-вторых, никому не удавалось. Сразу наметить для первого же старта в ПРО, второй по значимости в профессиональном дивизионе соревнования. И обойти очень многих именитых спортсменов, таких как Тони Фримен. Не буду дальше перечислять. Один балл с Беном Пакульски, который лично я считаю, что он обошел однозначно. Но он, это его дебют. Естественно, особо на него, я думаю, что и внимания никто не обращал. С Виталием давно знаком? С Виталием знаком я. Ну, как бы заочно очень давно. В годы 2004, наверное. Вместе тренировались? Вместе мы ни разу не тренировались. У нас один тренер, но так получилось, что не удавалось нам потренироваться вместе.